Так, удалось большим трудом поставить на запись, потому что, когда в 12 нажимаешь, игра вылетает. Вот-вот, это очередная дельфиноедская, да, не еда, а игра на этом аппарате, который на Windows XP работает. Это TX1, то есть тут вообще графического ускорителя вроде как не стоит. Вы сами видите, какой уровень тут графики запредельный. Все спрайтовое. То есть тут предполагается, что вообще даже не SWGA монитор для этого игрового аппарата стоит. Мне вот хотелось бы интересно узнать, вот какого года вот эта игра, да? Вот какого она года, да, уж вот этот вот. Просто вроде этот самый аппарат, вроде как бы он новый. То ли я не знаю, может это какой-то прикол, я не знаю, для каких-то совершенно больных дельфиноедов. То есть, то есть, то есть, то есть, а кстати, здесь сделано не совсем дерьмово, как будто вот специально, да? Все такое пикселизованное, да? То есть, это вообще... То есть, я не знаю, как можно такого низкого было разрешения спрайты захреначить, то есть, это реально уровень 386-го компьютера. Потому что даже в Doom, в Doom первом, это у гораздо большего разрешения были спрайты, но при этом дизайн нормально сделан и анимация... То есть, это уровень выше, чем Street Fighter 1-й гораздо. У меня вот эта вот игра вообще загадка просто. Когда вообще этот аппарат дебильный появился? То есть, может они еще давно это придумали, да? Ну, как бы никому не говорили. Так. То есть, на Запад они толкали забешенные доллары по 40 тысяч баксов эти аппараты. АСА сами использовали вот самопальные 386-ые компьютеры с VGA-мониторами, чтобы сраные гены туда пихать. Ага. И причем вот эти вот эффекты, да? Они как бы современные, более-менее вот эти запикселизованности. Тут какие-то графические применяются штуки. По крайней мере, вращение спрайтов или чего. То есть, это работает на Windows XP. Нет, это просто совершенно параллельно. Я просто не могу представить этот аппарат, да? Что там был VGA-дисплей, я не знаю, 4 дюйма, что ли, чтобы это нормально было видно. Да. Видите, все еще не блядское. Дельфиноедское. Заставочки вот. Я вообще не понимаю, что в этой игре происходит. Ну и понятно, что файтинг, да? Ну почему настолько все пикселизовано? Как будто это какая-то стилизация. То есть, 4 на 3. TX-1 аппарат. TX-2 это вроде последний. Причем работает быстро все. То есть, я вообще сам не понимаю, во что я сейчас играю. Но при этом суть-то, собственно, не меняется, какая там не графика. Главное, долларов выкачать из дельфиноедов побольше. Чтобы они там пытались друг друга обыграть. Это вообще просто ужас, да? Ага. Причем, вот смотрите, эффекты есть, да? Вот такие наложения. Это как бы продвинуто все равно. Вот видите? Я вот думал, вот игра реально вот такая, что даже невозможно понять. Вот какого года нахрен, да? Эта игра вот вообще просто не представляется возможным. Так, как на паузу-то поставить? А, поскольку это игровой аппарат, поставить на паузу вообще не представляется возможным, да? Потому что везде на время, да? Потому что как бы... Потому что там очередь, да? И здесь дельфиноедов, да? С дельфинобойни пришли. Там типа, давай, нахуй, доллары сюда. Знаете, и вот я уверен, что эти дельфиноеды, они так и до сих пор не знают, что это... Этот аппарат, суются эти саны иены туда в говне. И думают, что играют в игровой аппарат, когда это Windows XP. И эти игры можно накачать бесплатно с интернета. И самому наделать таких аппаратов. Знаете, мне даже самому захотелось дома этот аппарат сделать, да? Да. И купить, блядь, этих сраных компов, блядь, тюмов первых, да? И понаставить. Блядь, в ноутбуке запихать, если Windows XP, блядь, у него компьютеров запихать дофига, да? На каждую по игру, по игре, да? И, блядь, и все друзья будут охраневать, да? Приходить. Что у тебя дома свой игровой аппарат. Уже, да, блядь, считается он невъебенно дорогим же, да? Я просто хочу до конца пройти эту сраную игру. Наверное, уже не получится. Сил уже нет. Ну, какого вот это вообще разрешение? Это даже не 320, а 240. Потому что тут даже рожи вот эти нельзя разглядеть. Ну, и просто красные глаза, и все. Причем сами вот эти модельки, они вот как бы даже не из спрайтов, их сделали из какого-то перепластилина, или в 3D, и потом отпикселизовывали, что ли. Потому что они двигаются прямо, ну, не как они нарисованы. Ну, по крайней мере, вот тот здоровый орк, он точно его из пластилина сделали, как-то отпикселизовали. То есть это вообще поражает, это совершенно игра, вот как вообще ее можно было сделать, и как она существует, и какими дельфиноедами надо быть, чтобы сюда еще иены вставлять. Да. Да. И, причем, быстро очень работает, да? То есть она как бы своей скоростью, да, заманивает вот этих дельфиноедов. И они такие, у них эпилепсия начинается, да? Они там уже и бросают недоеденных своих дельфинов, вставляют все в эти аппараты, да? Да. Ага. То есть вообще все очень странно. Потому что я вообще не понимаю вообще, как на этот обзор можно делать. Потому что я не понимаю вообще, что я вижу. Так, в общем, и играть даже сложно. И мне лень как бы. И, наверное, ну, нужно прекращать так. Вот что тут есть в настройках. Настройки системы. Один кредит. А можно, видите, сделать 4-4. Но я это уже говорил. И сколько кредитов сдается. Эти кредитов сразу 4 можно. Фри-то-плей и фри-то-красно. Так, фри-то-плей это вообще бесплатно. Так. Там дальше что? Скрэн. Может, тут сколько пикселей будет показано. Вот. Разрешение всего этого монитора. И причем работает, да? На любом мониторе, да? Несмотря на то, что тут все выгашное. Работает на компьютере, как как бы обычная такая игра. Она не запустится даже. Или будет запускаться в окне там. А тут написали такой движок, который, что вот этот аппарат обновляется. И все равно, чтобы это работало. Продолжение следует.